Мировая политика ОДКБ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика» и ее ведущий профессор Игорь Панарин. И сегодня мы обсудим ситуацию в самом большом по населению государстве мира, в самом динамично развивающемся – это Китайская Народная Республика. У меня в гостях профессор, доктор исторических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока РАМ Сергей Геннадьевич Лузьянин. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Ну вот отгремели уже новогодние праздники, и Новый год, и Старый Новый год, и китайцы уже, собственно говоря, встретили свой Новый год. Можно ли сказать, что прошедший 2013 год был для Китая удачным? Это был год тяжелым для Китая. Именно тяжелым? В плане того, что экономическая модель стала перестраиваться. Вот эта огромная машина, которую разогнали Дэн Сяопин, бывшие лидеры Китая, Дзян Зимин, Худзин Тао, она давала результаты. Но эта машина требует по ходу движения, перестройки внутреннего экономического механизма. А запчасти нужны? А запчасти нужны всегда. Да, причем, естественно, что при перестройке снижается скорость движения. Если 5 лет назад были 10-12% прироста ВВП в год. Устойчиво. Да, то теперь речь идет о 7-7,5% прироста в год. Но тоже неплохо. Но для Китая это плохо. А почему? Потому что механизм экономический Китай устроен так, что если прирост будет ниже 5%, экономика будет давать системный кризис. Так она устроена. Потому что огромное количество экстенсивных секторов, не очень эффективных госкорпораций, огромное количество, ну так скажем, теневых, неэффективных, не обеспеченных активами кредитов и так далее, и так далее. И не случайно, кстати говоря, в конце 2013 года, в ноябре, вот в стране произошло очень важное политическое и экономическое событие. Речь идет о долго готовящемся, целый год готовили, ну второй после съезда по значимости, это так называемый третий пленум 18-го созыва ЦК КПК. Именно третий, да? Ну, там идет своя иерархия, свой отсчет, да. В ноябре он собрался. Центральный комитет это 373 члена ЦК, то есть это мозговой, политический, экономический, такой фингтенк, административный фингтенк. И свыше стоит семерка политбюро, и на самой верхушке этой иерархии генеральный секретарь Си Цзиньпин. Так, ну и что вот они решили на этом пленуме? И вообще, когда сам пленум готовился, много было эмоций, страстей, потому что в Китае идет такое, знаете, столкновение разных диаметральных мнений. Одни считают, что Китай уже предал идеи социализма, что капитализм победил. Победил, это вообще контрреволюция, надо ставить, ну, условно говоря, многих к стенке, кто лоббирует либерализм. А другая часть, ну, я так упрощаю, но примерно. А другая часть говорит, что нет, только в самом начале пути, если мы не будем углублять либерализм, Китай зайдет в тупик, и начнется системный кризис и так далее. И все ждали этого пленума. То есть это в каком-то смысле такая точка бифуркации для определения дальнейшего века. Совершенно верно. Стратегии, стратегии на ближайшее время. И когда опубликовали документы, ну, сначала общие такие декларативные, а второй блок уже конкретные, там несколько сот страниц, стало ясно. Несколько сот, ну, там уже были прикладные, приклады. Это был манифест, а потом уже были подробные документы. И стало ясно, что итоги пленума, и вообще сам пленум, это победа, ну, я рискну, либералов. Вот так? Либералов, да. Я поясню. Почему? И кто такие либералы в Китае? Дело в том, что их целые, их тысячи, их сотни, ну, по крайней мере, часть китайских таких либеральных струнных экономистов в свое время обосновали и пролоббировали вступление КНР в ВТО, что дало свои результаты, создание фондовых рынков и так далее. И эти люди даже создали концепцию накануне съезда 3-8-3, так она называлась. А что значит 3-8? Ну, 3, это значит 3 главных объекта государства, правительства, народная экономика. Народная это частная. Восемь направлений макроэкономических. Борьба с теневым капиталом, сокращение роли госкорпорации их монопольных, аграрный вопрос, введение товарно-денежных отношений в земельные арендные связи и так далее. И вот этот концепт... А третья тройка? То есть 3-8-3? Да, ну, а 3, она замыкала как бы 3 объекта и 3 сферы, социально-экономическая и политическая. Ну, такая, китайцы любят же нумерологию, любят вот это все цифровать, так скажем. И все считали, что, ну, это такие, как бы, китайско-гайдаровские подходы, ну, не пройдут. А когда посмотрели результаты, получилось, что, ну, процентов 50-60 вот этой вот радикальной концепции, они вошли в эти решения пленума. Большинство, скажем, вот этой первоначальной... Достаточно радикальных, либеральных, то есть ограничили всевластие госмонополий, прямо в список. Стоп, то есть получается, что, ну, собственно говоря, основа социализма, ну, или даже с китайской спецификой, это все-таки были государственные корпорации, компании. Они, они составляли основу и составляют, видимо, китайский канал. Ну, естественно, но, понимаете, модель-то себя в том виде, в каком она давала золотые яйца, эта курица несла, она себя, видимо, уже исчерпала, да невидимо. А если вместо 7,5 будет 2, а с половиной после вот таких шоков, так сказать, перестановок? Вот это хороший вопрос, потому что здесь, чтобы ограничить снижение, вброшен самый колоссальный, самый мощный финансово-валютный административный ресурс. Они есть в Китае. И, ну, пока вот на сегодняшний день, вот это вот допустимый, что ли, нижний предел, 7-7,5%, он выдерживается. То есть этот тренд, видимо, долговременный. Стабильность некая, да? Да, стабильный. Хотя это происходит за счет колоссальных ресурсов. Но, возвращаясь к Пленуму, могу сказать, что там, кроме ограничения всевластия госкорпорации, был решен и очень больной такой аграрный вопрос. Ведь половина населения гигантского в деревнях, и происходит обезземеливание. Права собственности частной нету, но есть право длительной аренды крестьянских семей, которые еще Дэн Сио Пин дал. А крупные компании местные, они за бесценок скупали фактически эти земли. То есть фактически грабили. Грабили, да. Это как бы нашего учеризации, грубо говоря. То есть грабили, то есть они скупали земли, ну формально право длительной аренды, что, собственно, в Китае это одно и то же. И сотни, даже где-то 200-250 тысяч обезземеленных полукрестьян, полумаргиналов, таких, знаете, китайских кавычках гастарбайтеров, они кочевали город-деревня, создавая социальные проблемы. То есть это и происходило обезземеливание. Пленум решил, что если такие вещи происходят, то корпорации только по рыночным ценам обязаны покупать не за бесценок. То есть фактически блокировали механизмы скупки. И второй этап, как только закончился пленум, Си Цзиньпин снова удивил Китай, а потом и мир. Он объявил, но он еще чуть раньше даже объявил, что 2014 год будет самым страшным годом для коррупционеров и самым счастливым годом для простого народа. Это цитата, я цитирую. Дословная цитата. Дословная цитата. А коррупционеры-то вздрогнули или нет? В Китае вздрогнули. В других странах их расстреливают или нет? В других странах, видимо, не очень. Да, в других не очень. А вот в Китае вздрогнули. А что делают там в Китае с коррупционерами? Потому что 37 статей только по расстрельных по экономическим. Сколько статей? Давайте для наших радиослушателей уточним. Это закрытая информация. Видимо, сейчас этих статей меньше, но было, по крайней мере. Нет, то есть там есть положение уголовного кодекса о том, что, собственно, расстреливают за коррупцию. Да. Ну, тот же известный Бусилай, бывший лидер Чун Цин, он тоже пошел ведь по одной из антикоррупционных статей и был формально приговорен к расстрелу, хотя с некой отсрочкой пожизненного, видимо, де-факто пребывания. Но дело даже не в самом Бусилайе, это уже страница истории. После него пошла цепь таких, знаете, процессов средней руки, ну, коррупционеров или чиновников, средней, мелкой руки. А вот что значит средняя рука коррупции в Китае? Это сколько? Один миллион долларов? Десять? Нет, это, конечно, значительно меньше. Это вплоть до того, что 10 тысяч юаней он получил подарок, и это уже может попасть. Это уже, скажем так, много это или мало, чтобы наши радиослушатели понимали? Да нет, это совсем немного. Это, ну, практически, там, две с небольшим тысяч долларов, то есть это подарок, как бы, такой. Ну, собственно, да, небольшая сумма. Для российских чиновников это зажигалка, ну, хорошая. А там можно попасть под расстрел, я понял. Ну, расстрел, не расстрел, но уголовная статья будет. За это-то, конечно, нет, там особо крупных только, это речь идет об особо крупных хищениях. Но дело не только ведь в этом, вы понимаете, Си Цзиньпин, он не стал, как бы, замыкаться только на коррупции. Он ведь, кроме того, что началось жесткое такое вот выжигание этого зла, он объявил борьбу с гедонизмом. То есть в Китае любили вкусно поесть, хорошо отдохнуть, красиво поездить на яхтах и так далее. Вот это вот теперь критикуется и не поощряется. То есть роскошь не поощряется, да, яхты, казино, гедонизм, борьба с бюрократией. Так что, под не входит ли это, Сыген Ильич, в противоречие вот с теми, как вы сказали, либерально-гайдаровскими подходами? Совершенно верно. Вы мыслите в правильном направлении, как говорил. Потому что там лозунг «быстрее обогащайся, трать там яхты». Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот в Китае вот эти два противоречия или два начала, белое и черное, они, значит, они синтезированы. То есть речь идет, если об обогащении, то всего народа. То есть не сяокан. То есть не сяокан. Вот есть сяокан, достижение уровня средней зажиточности. Вот, пожалуйста. А когда идет расслоение, это плохо. Более того, ведь Си Цзиньпин сейчас, чтобы концентрировано управлять процессами, которые все сложнее и сложнее в Китае, он сосредоточил немыслимую власть. Никто из бывших руководителей такой властью не обладал. А за счет чего он сконцентрировал? Да, административных, поясню. Кроме того, что он первый партийный генеральный секретарь, первый государственный, он председатель КНР. Он сегодня одновременно является руководителем двух военных советов. Это обычно всегда делалось. Обычно всегда делалось. Да, в конце уже. Дэн Сяопин, он и ЦВСП в партийных структурах, и государственных. Но, мало того, был специально создан и пятый орган, сразу решением пленума, это так называемый Совет национальной безопасности по модели американского. А его раньше не было? Не было, не было. То есть это новое, получается? Это новый институт. Внешне, может быть, похоже на американскую структуру, или, может быть, на нас, ФСБ. Ну, трудно сказать. Но, в любом случае, это Совет национальной безопасности, который он тоже лично возглавляет. И, фактически, Си Цзиньпин сегодня первое лицо пяти ключевых вот этих вот институтов. Он верховный главнокомандующий, он верховный идеолог партийный, он президент-председатель, и он руководитель безопасности страны. Системы безопасности. И военный. То есть, фактически, он олицетворяет полную концентрацию власти. И при этом, значит, в стране, вот, с его подачи, впервые, это тоже новое, в самом начале своего правления, я заметил, в самом, замечу, в самом начале правления, он провозгласил несколько новых идей, как бы, концептов. Обычно, по китайской политической традиции, уходящие политики оставляли некую идею. Ну, там, Дэн Сяопин, социализм с китайской спецификой, когда он уже ничего не занимал в 92-м году. Дзян Замин, уже после ухода, тройное представительство, он уже был на пенсии. Да и Ху Цзиньтао тоже в конце уже жизни выдвинул теорию научного руководства. А Син Цзиньпин, в самом начале, еще только-только встав на путь руководства, он выдвинул так называемое достижение китайской мечты, джунгомэн. А в чем сущность? Три компонента. Он четко объяснил народу, что первое, это нужно стремиться реализовать китайскую мечту на основе сильного государства. Это основа. Основа. Второе, на основе того, чтобы возродить национальное могущество Китая. Причем он впервые из всех лидеров конкретизировал. Обычно бывшие лидеры говорили, что, ну, это 30 лет реформ, речь идет о 30. А он сказал, нет, что могущество Китая должно возрождаться вот с нового времени. То есть, с национального исторического унижения первых опиумных войн 1842 года. То есть, он их вспомнил? Да. Вот именно... Это тоже важный момент. Да, там англичане развязались. Англичане развязались, да. Такой антианглийский месседж. Антианглийский месседж. Это серьезно. То есть, Си, ну, так, не прямо, но косно стало, что мы не очень простили английский. То есть, мы как бы не забыли унижение. И более того, он даже еще более расширил вот это возрождение китайской нации. Он сказал, что китайская цивилизация имеет 5000-летнюю историю, что на самом деле так и есть. И китайская цивилизация породила в свое время величайшие технологические того времени достижения, там, порох, компас и так далее. И нужно возродить вот это вот китайское величие вот после исторического унижения. То есть, он широко очень берет. Конечно, внутри, знаете, какой отклик это получило? А реально получило отклик. Да не, просто, просто брось спичку, и молодежь бы пошла на новую культурную революцию. Вот в этих, так, ну, я в кавычках беру, ну, я говорю, если бы что-то, и японцев бы там начали громить, и все. И вот в этих условиях возникает так называемый новый авторитаризм, в кавычках, Си Цзиньпина. Именно авторитаризм? Ну, в кавычках. В кавычках. Вот эти пять ключевых институтов, которые он лично и его люди возглавляет, потому что в условиях гигантской энергетической такой вот, ну, что ли, пассионарности, подъема этой пассионарности китайской нации, конечно, если будет слабый лидер, то он не овладеет, который вдруг решит устроить перестройку в стране, не будем говорить ни о ком конкретно, или решит сеять кукурузу, или еще что-то, страна просто придет в коллапс. Поэтому Си Цзиньпин прекрасно опыт Советского Союза изучил. И положительный, и отрицательный. И когда он был, вот с первым визитом в Россию, он встречался с китаистами, с ведущими, с каждым отдельно общался, это было интересно, и он много спранул. Не только у них вообще, как говорится, день за днем и печальный опыт. Поэтому, конечно, вот даже появился новый авторитаризм. Но что здесь меня настораживает, вы знаете? То есть, как бы, с одной стороны, вот этот либерализм экономический усиливается. Усиливается, усиливается. Но КПК и вот эти вот все административные рычаги тоже усиливаются. То есть, тут, получается, идет параллельный процесс? Получается, на европейский взгляд, противоречие. На китайский никакого противоречия. Почему? Потому что синтез, потому что это китайская специфика. То есть, вот в этом... То есть, получается, вот коммунисты, портократы не грызут этих либералов, что ли, получается? Потому что смотрят наверх, потому что они... Но дай отмашку и... И загрызут. Просто загрызут. Я даже скажу больше. Вы понимаете, ведь фактически Китай, ведь он как по циклам развивается. Мао Цзэдун, когда культурную революцию со своей дражайшей дзянцин развернул в стране, ведь он же создал параллельную систему власти. Он прекрасно чувствовал вот эту колоссальную разрушительную энергетику, которая может и позитивно, и негативно быть повернута. Она может повернута внутри страны, а может и вне. Там, покажи врага. Мэйго США, там Япония Жибень или еще кто. Поэтому тут вот в Китае многое зависит от первого лица, от руководителя. От вектора, как бы, этого лица. Ну, ему не позавидуешь. Я имею в виду Си Цзиньпин. Но пока вот в рамках вот этого вот возрождения, доктрины возрождения китайской нации и джунгомэна, китайской мечты, пока Китай идет, ну, таким сбалансированным курсом. Причем, по большому-то счету, ведь, посмотрите, Юг, Китай весь обложен противниками, островными спорами. И Япония, и Вьетнам, и противоречиями. И Индия, и США, и война была. То есть, единственный из всего этого огромного перечня стран, союзник, ну, стратегический партнер, это Эллосы, Россия. Как отношения вот в рамках этого нового авторитаризма, нового лидера Китая с Россией будут складываться? Первый визит в Москву был совершен, да. Вот в рамках этого нового авторитаризма роль России и, собственно, найдут ли пути взаимодействия новый лидер Китая с Владимиром Путиным? Ну, во-первых, я могу сказать, что вот этот термин «новый авторитаризм» мы его берем в кавычках. В кавычках, да. Это такой, как бы, экспертный такой. Во-вторых, Владимир Владимирович Путин совершенно верно подчеркнул, что философия, политическая философия России — это консерватизм. Некий политический консерватизм. Другими словами и другими действиями то же самое делает Си Цзиньпин. Не называя это консерватизмом, но по контенту, по содержанию это, в принципе, только в другой форме. То есть можно ли сказать, что у нас есть общая идеологическая платформа? То есть формально, как бы, мы разные идеологии, разные системы. Вроде бы, да. Китайский социализм и... Вот по контенту, консерватизму, что-то общее есть. Путина в Китае не просто любят и уважают, его там боготворят. Именно вот это слово. Да, ну, после Си Цзиньпина. Причем, когда был Худзинтао, это можно говорить, бывший руководитель. Бывший лидер. Он более мягкий такой, был более осторожный. Путина, Худзинтао, так негласно в интернете ставили в пример, вот смотрите, как сделал Путин. Учитесь, учитесь, да. Он поставил на место Грузию, не побоялся, и Америка не пикнула. Ну, примерно так. И другие примеры, не будем о грустном. Вот, дело прошлое. А сейчас два лидера, они близки. Понимаете, два лидера, вот есть один прецедент, который почему-то политологами не до конца оценен. Какой? Дело в том, что, ведь, что такое российско-китайское витирование сирийского случая? Да, это любопытно. Это не просто, не просто. Вы хотите сказать, что это не эпизод? Это не эпизод. И совместное российско-китайское учение в Средиземном море, это тоже не эпизод? Это тоже не эпизод. Впервые, впервые, вот после 91-го года, в постхолодную войну, в постбиполярный мир, Россия и Китай легальными ООНовскими официальными инструментами смогли разрушить, казалось бы, уже на 100% подготовленный американцами и их союзниками проект по разжиганию войны на Большом Ближнем Востоке и разделу Сирии. Что будет с Сирией, мы еще, конечно, не знаем, Женева-2, но тем не менее, вот на этом этапе, именно, и это сделали Россия и Китай, они учли уроки ливийского такого неудачного голосования, и они, как бы, едино выступили. То есть, они фактически через ООН легальными средствами создали прецедент. То есть, сирийский кейс, это некая граница качественная. Вот, ну, что ли, использование ООН. А вот украинский кризис, можно ли сказать, что вот эта связка, которая российско-китайская проявилась на сирийском кризисе, ну, на этом интервале достаточно успешно. Война предотвращена, по крайней мере, военная агрессия. Можно ли сказать, что возможен вариант совместных российско-китайских действий, допустим, в отношении урегулирования кризиса на Украине или в каком-то другом регионе мира? Допустим, вернуть Аргентине Фалкленды, допустим. Помочь. Это случай особый. Вы знаете, здесь ставить знак равенства, конечно, нельзя. Нельзя. Поживем, увидим. Но все-таки, вот как бы механические викирования Сирии, России и Китая, переносить на украинскую... Понимаете, каждая ситуация уникальна. И своеобразна, да? Здесь, да. Потом украинская, она в чем-то более взрывоопасная и более... Здесь есть больше минных полей. Потом Китай все-таки, да, он дает кредиты, он там тоже помогает и так далее. Но в данном случае вовлеченность его... Минимально, да? А тут другое дело. Тут Ближний Восток, стратегическая оси, и там немножко другое. То есть здесь знак равенства ставить нельзя. Но, повторяю, сам сирийский прецедент, он дает как бы новое направление вот этого глобального российско-китайского урегулирования, поддержания мира и стабильности. Правовыми... Вот такой момент. Сергей Ильич, ну и вопрос, конечно, должен возникнуть. Доллар, евро прыгают наши курсы туда-сюда. Вот юань. 2013 год, его позиции усилились. В принципе, все ждут краха доллара, который все никак не наступает. А юань может ли заменить все-таки, с вашей точки зрения, в рамках этого нового курса доллар? Или эта задача не ставится, как главная, скажем так, мировая валюта? Значит, стратегически китайским руководством такая задача ставится, но как очень долговременная. То есть не ситуативно, да? Да, не ситуативно. Причем не замена, а создание новой мировой конвертируемой валюты, азиатской валюты. Там разные есть механизмы. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Китай принципиально пошел на качественное изменение юаня в системе мировых валют. Началась прямая торговля юанем на двухсторонних форматах с Латинской Америкой, там Аргентина, Бразилия. Рубль, юань, Россия есть, некоторые коридоры уже локальные, правда. Второй шаг. Американцы же все время обвиняли китайцев в том, что они так умело торгуют США, потому что у них якобы искусственный курс. И нужно, значит, его привести в соответствие. Китайцы, в общем, как бы идут, ну не то, что там они сразу на 10 пунктов, они на какие-то проценты каждый год идут на компромиссы, и действительно этот курс меняется. То есть сказать, что он сегодня жестко фиксированный, уже нельзя. Значит, третьих. Есть три этапа конвертации, конвергенции вот этой вот интернационализации, так правильно сказать, интернационализации юаня. Она расписана центральным китайским банком постепенно в рамках интернационализации всего Китая. Но дело в том, что вот интернационализацию юаня нельзя отрывать от более широкого процесса, от глобализации самого Китая и возвышения Китая. Самое главное, это превращение Китая в новую сверхдержаву, новую мировую державу. Завершающий вопрос. Когда Китай превратится в эту новую мировую сверхдержаву с вашей точки зрения? Я думаю, это случится 2020-2030 год, вот этот промежуток. Если не будет часа Х в связи с перестройкой механизма и вот негативных сценариев по снижению прироста ВВП и ряда других. Но теоретически, чисто теоретически. То есть это будет конкурентная сопоставимая с американской экономикой. По крайней мере в части, ну в части золота валютных резервов и объема внешних торговли она уже давно. А в целом по совокупной национальной мощи, видимо, это период 2020-2030. Но это, повторяю, условные прогнозы, трудно говорить. Я исхожу именно из экспертных примерных оценок. Сергей Иванович, спасибо, уважаемые радиослушатели или зрители. Завершается очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ведущий профессор Игорь Панарин. У меня в гостях был один из ведущих отечественных китай-ведов. Это профессор, доктор исторических наук Сергей Иванович Лузянин, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН. И он сделал несколько ключевых выводов. В 2013 году в Китае, по сути, родился новый курс и внешнеполитический, и внутриполитический. Новый авторитаризм, в кавычках, так называемый. Третий пленум ЦК КПК, который состоялся в ноябре, принял ряд стратегических решений. Это либерализация дальнейшей в экономике, но одновременно и укрепление позиций коммунистической партии. Ну и главный вывод о том, что российско-китайские отношения развиваются, и в событиях вокруг сирийского кризиса Россия и Китай действовали вместе по недопущению развязанной военной агрессии против Сирии. До свидания, уважаемые зрители и радиослушатели.